Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл бесед по книге Второзакония. И сегодня мне хотелось бы остановиться на шестой главе. В некотором роде она является ключевой для книги Второзакония. Вообще книга Второзакония, это название обусловлено тем, что Моисей, он скоро умрет. Собственно, описанием его смерти и заканчивается книга Второзакония. После его смерти израильский народ будет входить в землю обетованную. И вот перед смертью он дает последнее наставление своему народу. Народ слышал заповеди Божьи, когда стоял при горе Синай. Но весь этот народ умер в пустыне. И перед ним, перед лицом Моисея, стоит другой народ, который во времена Синайского законодательства был либо очень юн, молод совсем, не был в достоинстве мужчины, либо просто не родился. И вот это новое поколение народа, те, которые не были свидетелями, не слышали, а слышав, не могли понять и уразуметь заповеди Божьи, вот для них повторяется тот закон, который был дан при горе Синай в самые первые дни рождения нового, то есть Ветхого Завета Бога израильского народа. И вот это вот напоминание, собственно, второй раз произносит постановление закона, напоминание законе и составляет суть книги Второзакония. Естественно, здесь повторяются заповеди Божьи, но повторяются они здесь необычным образом. И вот эта необычность, она требует внимания, и поэтому я начну как раз с шестой главы книги Второзакония. Здесь повторяется первая заповедь известного нам Синайского законодательства, первая заповедь закона, которая известным образом, вот весь закон написан в 20 главе книги Исход, мы все его в том варианте знаем, а здесь первая заповедь звучит совсем не так. Вот написание, начертание, звучание первой заповеди в варианте книги Второзакония. И как вы, наверное, узнали, именно этот вариант и известен Иисусу Христу, именно он известен израильтянам эпохи Иисуса Христа, потому что когда не только Христос, но когда, скажем, законник спрашивает Иисуса Христа, какая наибольшая заповедь в законе, то Христос говорит, а ты как сам думаешь? И этот законник, книжник, он отвечает на вопрос именно вот с этой заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всем помышлением своей, всей крепостью твоей, и ближнего своего, как самого себя. К слову сказать, вторая часть этого ответа на вопрошание Иисуса, вторая часть взята из книги Левит. Там тоже есть такая заповедь, возлюби ближнего, как самого себя. То есть, по сути дела, все это есть в законе, но нас интересует сейчас вот эта заповедь. Возлюби Бога всем своим существом, всем сердцем, всем умом, всей помышлением, всей крепостью. Не просто чти, как мы привыкли слышать вот в известном возложении 10 заповедей. Это же большая разница. Чти и возлюби. И не Новый Завет, не Христос принес к нам эту заповедь, она была искони. И именно в этом виде возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Я могу прийти в храм и поставить свечу. Я могу не прийти в храм, просто пройти мимо и поклониться. Я могу даже просто и не поклониться, пройти мимо и мысленно подумать. Да, вот стоит храм Божий. Замечательно. Я могу подумать при этом, что первую заповедь я исполнил. Я почтил Бога. Я отметил место Его присутствия. Я каким-то образом всегда, ну скажем, не позволяю себе каких-нибудь хульных слов или мыслей в отношении Бога. Я не хожу в церковь, я даже не крещённый. Я даже, ну скажем, не хожу в Пасху, даже и не собираюсь её праздновать. Ну, я не богохульствую, я не смеюсь над верующими. Я говорю, да, вполне возможно, что там что-то есть. Я видел такого человека. Он так, к сожалению, умер некрещённым, но он до поседу говорил, я убеждён, что Бог есть, и я его уважаю. Он в глубине души был уверен, что он исполняет первую заповедь Божию, потому что, но он же почитает его, он же не позволяет там как каких-то высказываний в отношении к нему. Но между вот этим почитанием, уважением и любовью огромная разница. И ещё в Ветхом Завете вот эта разница книгой второзаконии подчёркивается, подчёркивается и акцентируется, потому что вся дальше шестая глава, она о том, что значит любить Бог. А вот действительно, что значит любить Бог? Конечно, скажем, люди, познакомившиеся с огромным наследием святых отцов, читавшие добротолюбие или современных проповедников, или тем более писание и жизнеописание новомучеников и исповедников российских, могут сказать много о том, что нужно, как нужно любить Бог. А вот по-простому, как вы опишите, ответите на вопрос ребёнка, который говорит, мам, а как это любить Бог? Как? Вот интересно. И вот, да, можно ответить, но я бы, например, ответил, что надо исполнять его заповеди. Да, хорошо. Тогда дальше следующий вопрос надо, какие? Мне пришлось бы говорить много-много разных заповедей, как правило, евангельских. Это было бы хорошо, но, скорее всего, ребёнок всего бы этого не понял. Мне бы надо было остановиться только на одной заповеди, какой-нибудь вполне доступной и понятной. И, скорее всего, это было бы заповедь пятая, почитание своих родителей. Это было бы правильно, хотя, может быть, и звучало несколько лукаво бы из моих уст своему ребёнку говорить о том, что первая для него заповедь Божия это почитание родителей. А вот книга второзакония находит, идёт по совсем другому пути. И, как ни странно, именно этот путь книги второзакония и был усвоен святыми отцами, по крайней мере, вот классического периода первого тысячелетия христианской эпохи. Потому что они говорили именно об этом, так, как говорит об этом книга второзакония. И само желание непрестанной молитвы, которая, в конце концов, кристаллизовалась вот в молитву Иисусову в первом тысячелетии христианской церкви, вот эта молитва непрестанная, она была вызвана именно этой насущной задачей, как возлюбить Бога, как осуществить свою любовь к Богу. Ответ книги второзакония такой, надо помнить о Боге своём всегда. Всегда помни о Боге. Если мы проведём ниточку от этого помни о Боге твоём всегда к Новому Завету, что говорит Христос, оставляя, уходя вот на своё последнее восхождение, на Голговское восхождение, Он совершает Тайную Вечерю и говорит «Сие творите в моё воспоминание». И то есть помните, самое главное помнить, но помнить не таким нерациональным способом, а вновь и вновь переживать то, что сделал для нас Христос, благодарно переживать в Духе Святом, но вновь и вновь погружаться в это событие, в это действие Его любви. Только так можно жить и оставаться христианином, помнить о том, что сделал для меня Христос, переживать это, не просто хранить это где-то в памяти, но в активной, в актуальной памяти помнить, что сделал Христос. И то есть и в Новый Завет точно так же. И собственно молитва непрестанная вышла именно из того, чтобы как-то бы утвердить себя в постоянной памяти о Боге, но не том, что помнить так, как мы помним родителей, или дорогих друзей, или свое детство, а актуальная память, память, которая несет в себе силу, жизнь, которая животворит человека, делая его способным к тому, что велит Бог. И вот это действие, оно как раз обусловлено этой актуальной памятью. И шестая глава предлагает нам это достаточно подробно описывая. Ну, например, начну всю главу, не буду читать. И будут слова тебе эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих, когда же ведет тебя и так далее. То есть, чтобы помнить об этих словах, о том, что любить надо Бога всегда, я должен всегда об этом говорить, всегда это читать, всегда это слышать, всегда об этом говорить либо себе, либо другому. Я всегда должен проговаривать или видеть начертания этих слов. Но даже видя, лучше проговаривать. Смысл в этом. Собственно, из этого опыта и выросла и молитва вообще, и Иисусова молитва в частности. Главнейшая ее функция это постоянная, живая, актуальная память о Боге. Не путь к совершенству, не особая мантра, которая дает нам сверх дары и благодать, а инструмент данный христианской церкви в Духе Святом для того, чтобы помнить о Боге. И, собственно, восхождением так совершенства является память о Боге. Живая память о Боге, которая помогает во мне укоренить постоянное призывание Его имени. Постоянное особое призывание Его имени. И вот это действие памяти о Боге, оно является животворной, жизненосной, и этому нам в первую очередь и надлежит научиться. Можно писать, можно читать, можно проговаривать в том или ином варианте, но постоянно я должен твердить себе, что Бог есть любовь, и я должен Его любить. Я должен Его любить, я хочу Его любить, я буду любить. И вот человек идет по улице и пронизанный этой мыслью о любви к Богу, он естественно каким-то образом реагирует на мир. Любить, как любить? Вот человек, ему нужна помощь, надо помочь. Это и есть мое выражение любви. Вот витрина, нет, зачем буду пялиться на нее, на эту витрину, я ее что ли люблю, или Бога своего отвернулся. Вот просит человек, надо дать, ибо Бог сказал, что такова любовь к Нему, когда мы даем нищим. И все тогда у нас в жизни будет совсем по-другому, в том-то и беда, что мы вспоминаем о Боге только ну там 10 минут утром, 10 минут вечером, ну чуть побольше воскресный день, когда стоим в литургии, то если действительно на литургии пребываем умом, сердцем, а не где-то там в своих делах, скорбях и проблемах. И вот это первый момент, который важен для вообще, потом мы услышим слова о заповедях, их невозможно исполнить, их даже невозможно вспомнить, если мы не будем помнить о Боге своем всегда, и трудиться именно в этом отношении, любым способом. Можно каждый свободный минут открывать книгу второзакония, Евангелие или апостольское послание, или псалтырь. Можно молиться, вот, но понимаю, что я молюсь именно для того, чтобы постоянно ощущать свою жизнь перед лицом Бога. Я для этого читаю Писание, я для этого молюсь, я для того прихожу в храм, для этого на каждом перекрестке стоит крест, чтобы помнить о Боге своем всегда. Ну и кроме этого есть, конечно, и важный здесь указан педагогический момент. Я упомяну только один стих, 7 стих 6 главы, и внушай их детям твоим. Ну а дальше, начиная особенно с 11 стиха, говорится о том, что вот когда у вас будет все хорошо, когда вы войдете в землю обетованную, когда у вас будут полные домы, с добром, и полные участки, там поля виноградные, и оливковые, рощи, и все у вас будет сытно и изобильно, вот ты тогда должен каждый день говорить своему ребенку о том, что все это мне дал Бог, что все это сделал Бог, что мы были рабами и пленниками, а Бог нас вывел, принес как бы на крыльях сюда, дал нам все это, и мы теперь живем, потому что у нас такой Бог, но вроде бы нормально, вроде бы понятно, в контексте ветхого завета, а в нашей ситуации мы об этом детям говорим, мы, ну хоть на уроках в воскресном школе, хоть, скажем, отец беседующий или мать беседующая со своим ребенком, мы о чем говорим, мы читаем им, скажем, детскую Библию, о каких-то событиях и, скажем, ситуациях, в которых ребенок, для него это вообще все чужое, для него еще Бог чужой, он не проникся к нему еще ничем, у него нет Богу никакого ощущения и чувства, а ведь сначала именно ощущения, переживания, а потом рассказ о Боге, апостол Павел говорит, сначала душевное, потом духовное, а он еще не встретился с Богом, у него нет опыта Бога общения, он не имеет никакого представления о нем, просто родители о нем говорят, в храм его водят, но говорят ему так, будто бы вот Бог есть некое существо, обладающее какими-то свойствами, качествами, обязательно подчеркнут, он очень суров, он строг, он может наказать, ну может и помиловать, конечно, но может и наказать и прочее, и прочее, и прочее, а Дух Святой в книге второзакония говорит, не так нужно говорить детям о Боге, вы расскажите о том, что все, что у вас есть, это Бог вам дал, вот эта квартира, в которой вы живете, вот этот папа, который носит тебя на руках, эта мама, которая вынечила тебя, глядя на твои голубые глаза, это все Бог тебе дал, вот этот самокат, на котором ты ездишь, это Бог тебе дал, потому что эти деньги не папа заработал, это Бог дал ему заработать, что вот этот сестренка, которая у тебя родилась, она радует тебя, утешает, это Бог тебе дал, а бабушка постряпала пирожки, удивительная бабушка, ее Бог дал, все, что у тебя есть, дал тебе Бог, все совершенно у тебя Божье, и не только в нашей семье, откуда мы вообще взялись, столько славных событий, скажем, в отношении русского народа, начиная от событий, ну скажем, вот двух десятилетий и прошлого века, и, скажем, прошлого тысячелетия, это все события, когда Бог давал избавление нашему народу, вот и расскажите о том, как чудесно вы встретили свою жену, как чудесно вы пришли в церковь, как чудесно у вас образовался этот дом, как замечательно чудесно погасили ипотеку, как замечательно чудесно к вере пришла ваша мама или ваш отец, как замечательные друзья, вот у них было такое чудо, у них не было 10 лет детей потом явились, и все, и все, и все, чтобы человек, потом расскажите чудеса с вашими дедушками, чудеса, которые были на войне, чудеса, которые были в 60-е годы, чудеса, которые были в гражданскую войну, прочитайте им жизнеописание или перескажите новомучеников и исповедников, или про Амвросия какие были чудеса, или про Игнатия, или про Феофана, или про Сергия, про Серафима. И тогда человек, мы гнушаемся всем этим. Это бабушкины сказки. Нет, это именно то, что нужно ребенку. Он должен просто жаждать, услышать, что Бог есть и действительно ищущим его воздает, но не на основании декларации, а на основании перечисленных событий и чудес. И вот именно это нам говорит 6 глава книги Второзакония, что ты расскажи о чудесах, о явлении милости Божьей к вам и к вашему народу, о тех явлениях силы и веры человеческой, и силы Божьей, благодаря которому вот этот ребенок сейчас и может слушать о вере, и имеет смысл об этом слушать, потому что как не любить, как не благодарить такого Бога. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok